В этом году на традиционный кросс нации собралось всего около 500 человек. Организаторы ожидали в разы больше, но погода внесла свои коррективы. Желающих преодолеть дистанцию по мокрой земле оказалось немного, но забеги все равно состоялись и продлились не один час. Новшеством этого года стал семейный кросс. Родители должны были пробежать километр с ребенком, которому еще не исполнилось 10 лет. Мы включили семейные тройки, четверки, и они у нас открыли сегодня даже соревнования. Это было впервые. Мы будем дальше продолжать это направление «Папа, мама, я спортивная семья», потому что приобщение к спорту, к здоровому, начинается как раз в самом малом возрасте. Многие юные участники бежали самостоятельно, не рассчитывая на помощь родителей. И у таких бегунов энтузиазма было не меньше, чем у взрослых участников. Лера узнала о кроссе на секции легкой атлетики и решила попробовать свои силы в массовом забеге. Ждала победы. Ну, хочется получить такое место, показать друзьям, что вот я умею бегать и хочу. Дистанции зависели от возраста бегунов. Так что в итоге кто-то пробежал километра, а кто-то восемь. Для активных чиновников, которых в нашем городе оказалось немало, состоялся вип-забег. Самым первым его преодолел заместитель главы администрации Владимир Роман Власов. В тройку призеров попал и глава города Сергей Сахаров. Первое, необходимо молодежи показывать пример. Второе, поддерживать свою физическую форму. И третье, это просто интересно бежать в коллективе и радоваться, пусть не очень хорошей погоде, но превосходному окружению лесного массива и полей. Всех участников разделили на 15 категорий. И в каждой победители и призеры получили награды – кубки, медали и овации. Валерия Саенко, Леонид Новиков, 6 канал.